так прогуляемся немножко по педральбесу конечно те кто не в первый раз на моем канале здесь уже гуляли потому что только что мы и на автобусе сюда проехались но тем не менее сейчас мы пройдем с вами королевскому парку здесь идут в разные стороны от проспекта диагональ улицы района педральбес здесь университетский кампус здание факультета экономики как раз там находится банк лакайша ну наверное место практики студентов вот тут еще один факультет университета там биологический не зря же зона университария хотя мы уже подошли к остановке метро вот полауреаль и также автобусная остановка аналогичная здесь есть полауреаль или королевский дворец который вот в этом парке находится я о нем снимала не раз достаточно подробные видео можете посмотреть и сейчас мы только пройдем мимо с вами чтобы мы так немножко прогулялись по вот этому богатому кварталу и посмотрели что тут и как расположено сейчас молодые люди пусть вперед пройдут то не громко разговаривают мне приходится их перекрикивать я конечно могу громко разговаривать еще громче чем они но в таком случае видео не будет будет некомфортно слушать вот там впереди банк лакайша два его такие сооружения с галереей между ними интересное архитектурное решение вот такой он богатый квартал однако ходить по нему гулять по нему приезжать сюда покупать здесь квартиры если позволяют финансы могут любые граждане и не граждане испании кстати лишь бы они доказали как можно сказать правильность своих доходов то есть если это доходы легальные то пожалуйста если у вас есть деньги покупайте здесь жилье или еще что-нибудь офис что там у вас какие задумки как относится здесь к богатым людям по разному относятся конечно но самое главное что можно вот вычленить из этого отношения они люди вот вообще европейцы и вот испанцы в частности они смотрят на то белые это доходы или нет то есть если человек бизнесмен там допустим ученый преподаватель вуза который допустим профессор там получает хорошую большую зарплату имеет научные работы за которые там какие-то он получал гонорары там банкиры еще кто-либо певец и так далее если он платит налоги к нему никаких претензий он может купить себе квартиру дом или не одну квартиру в любом районе барселоны не только барселоны хоть по всему миру коллекционировать может что хочет так далее вопросы к таким людям возникают если они укрывают налоги если вдруг скрывается что кто-то из них не уплатил налоги или скрыл какую-то часть доходов что она в результате избежала налогообложения тогда начинаются у этих людей очень серьезные проблемы и тут уже не смотрят кто этот человек известны ли это артист там ученый режиссер футбольная звезда и которые обожают все просто с ума сходят и так далее тогда у него будут вообще жесткие проблемы в том числе конфискация доходов которые стали черными получается да раз он скрыл налоги и ну дальше там зависимости от за законодательства той или иной страны там и тюремный срок и штраф и так далее вот теперь что касается чиновников любого уровня хоть мелких самых чиновников хоть крупных чиновников хоть вообще государственных деятелей без разницы этим людям еще более жесткие требования чем богатым людям которых я сказала выше если чиновник во первых вообще нереально чтобы у него он не декларировал свои доходы то есть он должен заниматься вот своей этой чиновнической деятельностью все ну это уже надо смотреть конкретно по законодательству каждой страны если я не ошибаюсь то вообще всем им особенно государственным чиновникам которым относятся министры президенты премьер министры и так далее вот им запрещено заниматься бизнесом вот поэтому у них доходы должны только от их чиновничьей деятельности и если они до этого до избрания на свой пост занимались бизнесом к примеру да то этот бизнес должен на это время не находиться под их контролем идем дальше мало того что они заполняют декларацию доходах так у них еще есть и декларация о расходах поэтому вот когда наши пропагандисты изгаляются и говорят а вот такого то там министра какой-нибудь страны неважно какой привлекли там за воровство доходов там каких-то или там подозрили в том-то в том-то это не потому что в этой стране там министры все воры да к примеру вот один такой нашелся его заподозрили его там как говорится взяли за жабры приготовились его трясти а это потому что в этой стране такое законодательство это демократическая страна что перед законом все равны если человек обладает вот такими наклонностями хочет чего-то урвать что ему не принадлежит за это он с точки зрения законодательства данной страны подлежит естественно наказание естественно чем выше у человека пост тем больше у него возможностей в том числе и возможности своровать а следовательно к нему в первую очередь и самым жестким образом ну естественно цивилизованным вот будут предъявляться претензии у местного законодательства то есть обычный человек ну если он решил заняться криминалом он может украсть там чего-нибудь из магазина или у кого-нибудь из квартиры ну вы меня поняли какую-то бытовую кражу совершить если он находится при какой-то должности у него естественно возможности расширяются и украсть может больше и здесь относятся к чиновникам проворовавшимся или даже скрывшим доходы или даже если обнаруживается в результате что его расходы превысили его доходы к ним относятся еще хуже чем относятся к маньякам объясню почему если маньяк который разумеется злодей это здесь тоже самое считают люди который разумеется мерзкий тип который сделал несчастными допустим семью его жертвы жертву лишил жизни там или как-то поиздевался скорее всего это и другой раз он маньяк или даже несколько если таких семей естественно к нему относится плохо его привлекут по уголовной статье накажут соответственно но уровень его злодеяния будет естественно высочайшим потому что жизни людей лишал но у такого чиновника уровень злодеяния будет не меньшим а то и большим потому что он обкрадывал людей а следовательно кому-то могло в результате не хватить финансирования для оказания допустим какой-то необходимой медицинской помощи не закуплено какое-то там оборудование лекарства и так далее или что-то в этом духе или что-то произошло допустим если украдено это от каких-то дорожных до служб машин столько-то такое-то количество там терпели поломки следовательно аварии следовательно люди лишались жизни в общем короче говоря масштабируется преступление в результате которого как раз получается гибнут люди то есть коррупции убивает поэтому даже за поползновение в этом направлении чиновники такие платят очень высокую цену что они лишаются должности это понятно к ним соответственно масштабу сделанного ими предъявляется претензия согласно законодательству то есть там может быть и штраф тюремный срок на какое сколько лет там и у такого чиновника конфискуют опишут счета там все штука можно не только у него но и у его жены и любовницы там брата свата в общем ближайшего окружения детей внуков и так далее но смотря какой возраст там же могут даже скорее всего уже такие быть у которых внуки будут вот и такого чиновника будут провожать допустим из зала суда до машины полицейской с не меньшей ненавистью и выкрикивать ничуть не меньше проклятий чем какому-то маньяк у которого судили там сейчас за преступление вот таким образом поэтому здесь чиновники очень этого опасаются и естественно ну как минимум прилагают все усилия чтобы коррупционерами не быть если даже кто-то из них и промышляет коррупционными какими-то схемами на свой страх и риск то они я не знаю даже как можно сравнить даже не являются песчинкой от тех коррупционных схем которые дерзают совершать наши чиновники потому что если кто не в курсе как после того когда навальный начал расследовать свои вот эти вот поиски коррупционеров чиновников производить именно за это его стали преследовать и за это именно он поплатился уголовными делами и не одним из-за этого именно фонд борьбы с коррупцией его организацию признали экстремистской там нежелательно и какой только угодно то есть бороться с коррупцией это экстремизм вообще по мнению путина и его компании вот только бы они они очень эффективно это все расследовали и только чтобы это не продолжалось вот таким образом расправились их организации мы с вами вот пришли к банку лакайша вот он этот комплекс архитектурный идемте дальше тоже у меня есть и он и отдельно на видео этот архитектурный комплекс и вообще вот здесь дома с богатыми квартирами здесь богатый человек вот будет жить допустим в таком доме дорогой в дорогой квартире может еще где-то ни одну и не две квартиры иметь но он никогда не будет этим кичится он будет может быть даже имея какую-то машину высокого класса будет ездить своих обычных поездках на простой какой-то бюджетной машине имея возможность вот портинг лес и покупать только брендовые какие-то вещи там самых не на есть бутиках или заказывать и он будет их носить да но будет при этом еще и активно пользоваться обычными вещами и вот вот так вот вот в толпе людей вы можете даже в жизни не догадаться что кто-то здесь идет он миллионер можете даже не догадаться об этом вот и есть например вы не знаете в лицо здешнего короля вот он будет так идти вы даже не поймете что он тут идет я не пойму или допустим какой-нибудь министр здешний он будет вот так идти в обычных джинсах курточки какой-то там или в штанишках там не знаю ну в рабочей форме он конечно ходить не будет это понятно но просто быть обычный человек идет и и все вот то есть выставлять на показ или так вот гнать понты это у них вообще не принято его бы не поняли и коллеги так сказать по цеху то есть богатые люди да и тем более люди которых богатым не принадлежат то есть никогда не не выставляют на показ нельзя зайти допустим подъезда дома но так это и сейчас и везде домофоны стоят если ты не жилец этого подъезда ты туда зайдешь только с жильцами подъезда по их приглашению там и так далее да или допустим здесь есть дома с какой-то территории вокруг там бассейн может даже быть но от жильцы до ума могут или их гости туда зайти там и все такое то есть это как частная собственность именно уже жил жильем вот это кстати где растения на балконах это клиника репродукции вот так что вот таким образом здесь ведут себя люди вот таких кругов верхних слоев да то есть верхних это чисто условное название высокими доходами да потому что они ни в коем случае не будут себя позиционировать и не тем более куда-то транслировать то что они люди высшего порядка а вот те которые простые рабочие люди это какие-то низшие люди они никогда в жизни это не будут транслировать нигде даже скорее всего беседах между собой ну я не знаю может быть у них есть какие-нибудь знаете там свои закидоны у кого-то из них но они скорее всего если это и озвучивают то ну наверно в кругу своей семьи это вряд ли вот как говорится чужая семья чужая душа потемки тут уж мы знать не можем вот но в общество они это никогда транслировать не будут ни под каким соусом и это дурным тоном бы было бы никакого высокомерного там отношения или там презрительного точно они демонстрировать не будут это без всяких вот если допустим здесь обычный человек там проворовался допустим украл что-то в магазине вот он бедный какой-то человек разные причины могут быть почему человек пошел на такое здесь не об этом будем говорить или украл что-то чиновникам придется хуже того укравшего из магазина скорее всего отпустят прямо из магазина ну скажешь выкладывай товар чего взял без спроса как говорится и иди вот там если только что-то дорогое украл на какую-то сумму там оштрафовать могут если ему вернуть это а если дорогое что-то там это вряд ли уже из магазина каких-то кража очень дорогих антикварных там или еще каких-то вещей это уголовная статья магазинные воры вряд ли просто так на это пойдут вот который просто ходят в супермаркет ворут полок продукты прямо там в зале магазина могут съесть это это вряд ли вот так что вот таким образом некоторые предъявляли я вот смотрю в комментариях не раз видела претензии как бы команде навального тоже нашли кому претензии предъявлять а вот как это они расследовали как это они узнали что вот такого-то чиновника там квартира там допустим нью-йорке в болгарии там плюс на кипре или еще где-то сейчас расскажу сведения о доходах здесь я еще я же вам говорила выше открыты если вы хотите узнать допустим вы просто делаете запрос соответствующие да вот реестр и вам такие сведения дают навальный кстати начинал с этого в россии тоже ему давали такие сведения то есть принципе тогда когда-то это у нас тоже было открыто а потом стали закрывать потом если вы посмотрите ролики в быка можете даже не смотреть можете даже сами каким-то другим способом проверить это уже ваше дело они что делали делали запрос там собственник квартиры там в таком-то престижном да допустим сталинской высотки раньше там записан был такой-то такой-то там сын чиновника допустим да а потом написано российская федерация ну так стало быть это наше общее да получается то есть почему они писали российская федерация чтобы скрыть свои доходы а потом они стали говорить и потом уже сделали это официально наши чиновники высокого ранга как они сами про себя думают что декларации о доходах у них засекречены то есть как вдумайтесь вообще-то это декларации для того и придуманы чтобы декларировать доходы вот таких лиц имеющих возможность получать высокие доходы или находящихся на высоких должностях где должно все быть открыто он же как бы этот чиновник этот министр тем более президент или там губернатор или еще кто-то он он вообще-то слуга народа то есть его должность это служение народу они то что вот ты туда сел ты как бы в отчину получил боярин если ты губернатор или ты царь ты страну получил и ты делай что хочешь как путин сидит с таким видом когда он объявляет что допустим выплачено будут такие-то такие-то пособия да там какой-то категории граждан у него все время такой вид как будто бы он берет из своего личного кармана деньги то есть он себе видимо вообще всерьез воображает что бюджет россии это его личный карман и вот он как будто берет эти личные свои деньги и дает гражданам вот у него всегда именно такой вид согласитесь и вы можете не верить оппозиционерам не верить мне но вы должны поверить себе вы ведь не расслышали как путин врет привожу пример пока я президент повышение пенсионного возраста не будет у нас нет и не может быть территорито территориальных претензий к украине конституцию перед под себя переписывать не буду разное время он давал разные обещания и все время их нарушал итог того что произошло мы видим сейчас вот так что можно не верить оппозиционерам не надо верьте своим ушам и своим глазам вы слышали что он говорил и видите что в реальности происходит никакой войны не будет это просто учение никакой мобилизации не будет там нет срочников и так далее и тому подобного можете вообще нет не верить мне не верить навальному другим каким-то оппозиционером не верьте но вот это же вы слышали и потом видели чем это вернулось а стало быть кто врет навальный который пользовался легальными сведениями которые в россии были открыты а потом раз и закрылись и декларацию расходов почему не подписывали двадцатую конвенцию оон нашу чинуша потому что у него в доходах написано когда даже доходы были открыты там 0 рублей 0 копеек или там 100 рублей а он на майбахе ездит а потом как глянешь этот майбах записан то на тещу то на брата то на свата вот а декларация расходах как раз для этого и служит если у тебя доход 100 рублей откуда тебе деньги на майбах и это подсчет не чужих денег нам надо научиться считать это наши деньги наши граждан россии неважно где вы живете внутри россии либо вне ее по конституции гражданин россии имеет право на свободу места жительства то есть может быть жить внутри россии линии вне россии и имеет право свободно выезжать из страны и возвращаться в нее вот то есть это здесь вообще никакой роли не играет у них кстати у наших чинуш вот почему нет на западе столько имущества как вы думаете и почему путин сейчас жалится что имущество россиян на западе конфисковали у меня нет самое имущество на западе а тем более такого которое заинтересовало бы здешние правоохранительные органы что надо конфисковать я не чиновница не олигарх войну путина не поддерживаю вот именно за это у них и конфисковали у олигархов и у чиновников за то что они помогают путину совершать вот преступления это преступления по российскому законодательству про планирование развязывания и ведения агрессивной захватнической войны так что делайте выводы соотечественники сейчас я уже пойду на автобусную остановку наверное если что-нибудь еще будет интересное по пути сниму отдельное видео как достопримечательности всем спасибо за внимание пока увидимся